Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение турнира 2 на 2. Команда, я в команде с 12G. В этот раз карта полушария. Я играю за ирокезов, он за Индию против Индонезии и кельтов. Приятного вам просмотра. В этот раз уложились в одну серию. Индонезия это интересный выбор. Интересно. Я думал, банить её, не банить. Там были нации, конечно, неприятные тоже. А за счёт чего? А за счёт того, что если они какой-нибудь остров найдут, то он поставит там город, люксы получит. На полушариях как-то... Знаешь, у меня такая мысль есть, что они просто, не знаю, возьмут какую-нибудь волю, пойдут города ставить сейчас просто с лодками плавать. Ну, мало ли, понимаешь, мало ли. Прикольно, это будет интересно. Начало мне вот так вот. Это будет интересно тогда. Бывает же на ЗПВ тоже там бывают. Открывают, не знаю, метка луков, оптику и поехали. Делают же так правильно. Бывает, да. Ну, это... Блин, ну вот я уже не на воде. А, слушай, это ж мы тогда играли, я вспомнил, что... Слушай, я тогда не из-за ирокезов ли и играл. И что-то там пошёл. А из-за ирокезов вроде. Куда-то там пошёл, и там вообще какая-то чушь, то есть поставил в каком-то вообще месте дурацком. Ну, как бы реки эти... Там вон слева у меня вода есть. Я вижу от воина, там вроде как вода начинается. Ну, то есть ты мне предлагаешь налево идти. Я бы тут поставил столицу, вот прям... Мне одному нужно будет воевать с ними. Можно попробовать, у меня три клетки обстрела. Понимаешь, им обязательно, если они будут вдвоём на воде, им не обязательно меня захватывать. Они могут просто на воде развиваться и быть впереди из-за этого. Караваны раз, там плавать просто, контролировать море, лишние какие-то ресурсы, авианосцы, город, это всё. Ну ладно, я в любом случае... Нет, вообще идея неплохая. В принципе, у тебя место хорошее, ты можешь вообще в развитие уйти, даже как-то по науке их обгонять. Какие-то чудеса ключевые забрать, у тебя леса вон столько. Ну я в любом случае могу сейчас... Слушай, а вон, наверное, море, мне что-то кажется. Вот смотри, сверху, в общем, видишь, вот как бы такая... Да, вижу, Лёша, вижу. Это вполне может быть море. Ну, в общем, в любом случае, я могу сейчас поселенцам направо пойти на одну клетку. Это тоже ещё неплохое место для постановки города. Налево, в смысле, налево. Не, ну вообще, если вода сверху, тебе нужно на цитрусы сверху сходить и посмотреть. Вроде как, да, я тоже вижу там вода. Ну какие цитрусы сходить? Прямо на верхний цитрусовый встать. И там город бахнуть на них же. Слушай, тут явно, тут стопудовый океан, прям... Просто мало ли, ну, варвары не думают, что тебе что-то сделают там, если не даже... А если я на холм этот сейчас встану, я увижу? Не факт, не факт. Ладно, по-моему, на цитрусовый. Похоже, там ещё справа цитрусовый есть клетка. Пошёл на цитрусовый. Да, давай, давай. Плюс ты с этого холма не сможешь за два... Да, я вижу, там вода есть. Так, а я вот что? Я, наверное, поставлюсь. Смотри, 27-25. Вопрос, они... А мне нужно поставиться, увидим? Да. Ну, я тут поставлю, я думаю. Хотя, ну, холмы два холма есть, лес, в принципе, я вырубать не буду. Ну, такое типичное место для индуса. Да, двое на воде. Двое на воде, угу. Ну, смотри, если у нас справа немного территорий, то мы даже можем... То есть тебе бы, наверное, вправо стоит искать где-то город, ставить. То есть если там немного территорий, то мы вполне можем так поставить города, чтобы мы даже друг дружки... Давай для этого тогда скаута построить, чтобы мы быстро решили, что мы будем делать. Я вижу, что у меня слева вроде вода есть. Вот двое на третья клетка уже вода. Ну, ладно, всё, следующий ход. Поехали. Да. Ну, неплохо, в принципе, рыбка есть даже. Вот вопрос только, ставить прямо на цитрусовых или всё-таки на равнинку? Прыгнуть. Вот ещё побережье у меня. Вопрос мучает. Ну, за счет поставил, наверное, всё-таки. Прямо на цитрусовых. Да, тебе, если что, город нужно будет справа поставить. Может, у тебя место не окажется или впритык, как это там будет. Да, 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 да. Лучше не занимать это место. Ну, блин, у меня тут еды нету в суши. А есть у тебя, сколько у тебя денег? Мало пока. 6 монет всего. У меня еды тут нету. Ну, пару ходов лишь потерпишь. Да, иди сразу у себя берег исследовать. Блин, тут такие горы какие-то прям. Так, у тебя 9 и плюс 3. Ну, это Кель дворец взял. Ну, то есть у него такое место, что непонятно, что брать. Ну, окей. Они чудо нашли уже. Классные. Два. Два? Два даже. Зашибись. То есть у них рядом с ними чудеса какие-то. Ну, класс. Сколько, Лёш, камень стоит? 30. Ну, пока только 19 накопили и будет плюс 6. То есть через два хода только. Ну, мне даже не камень... Ну, может, ГГшка найдем сейчас. Не камень даже надо будет, а оленей купить. Да, все верно. Я просто не сразу заметил. Камень у меня сам, кстати, купится. Да, с чудесами это я поспешил. Я же индус, у меня меньше счастья. Я не заметил. Слушай, ну выглядит все-таки, что можно тут что-то справа ставить. Единственное, что у меня какой-то проход будет. Возможно, какой-то фиговый город. То есть есть какие-то горы и тундры, и холмы. Ничего у меня. Что? Вон у меня что-то такое интересное. То есть внизу полуостров какой-то? Ну, я не знаю, возможно. То есть я не могу город уже слева ставить, он далеко будет от меня. Ну, да, да. Так я и думаю, что это вправо. Мы тогда сможем своими городами как-то вместе находиться. О, что это? О, вот там он поставишь. Зашибись. На овцу или правее, наверное. Да не, еще надо дальше пройти. Тут главное, чтобы никаких варваров не появилось вот в этом перешейке. Чтобы они не закрыли проход. Так, ну, как всегда, на полушариях стратегический баланс херовый. Пошли все равно железо откроем пока? Или нет, кстати? Нет, нет, амбар, амбар. Окей, давай. У меня амбарный ресурс, у тебя амбарный ресурс. Ну, наверное. Так, сколько у тебя денег? Дай мне деньги быстрее. Все, ладно, не успеем. Да не успеем, наверное. На следующий купишь. Заплыв у меня прикольный, конечно. Я могу вообще город где-то поставить, где воин левее. Блин. А вон ГГшка, кстати, рядом с Килиманджаро. Ох, боюсь она его быстрее. А я не вижу. Ну что, ты границу не вижу? Какая-то река, это граница. Ты выше своего скаута не видишь границу ГГшки? А, это вижу, да. Все, это вижу. Она у нее в третьем радиусе, если не ошибаюсь. Ну да, в третьем радиусе. Ну там зависит от того, какие клетки. То есть она с едой, это чудо с едой. Поэтому он может вполне очень быстро во втором. Нет, в третьем. В третьем, в третьем. Так, ну вот не нравится мне это какой-то дальше. Блин, ну у тебя справа от Дели хреновые места, чтобы ставить, конечно. Ну, хотя... Ну не такие уж. Хотя, это правда. На болоте вот прям поставить. Да, открыто. Город обстреливается вообще только... Ну, понимаешь, даже из трех клеток они заберут, если они будут морем владеть. Так что это не сильно важно. Либо мы их, либо они нас. Давай после амбара железо откроем. Вообще поймем, сколько у нас. Может, нам нужно будет что-то другое делать. Ты до Климанджаро дошел? Да. После гончарки железо тогда. Я вообще после скаута буду амбар сразу строить. Мне надо, ну, наверстывать. То, что я поздно поставил город. Слабо рос. Слушай, ну тут есть какие-то островки? Ты смотри, рядом с полушарием. То есть, вот, видишь, ниже Дели островок. То есть, сюда Индонезий, например, ставит город и бонус получает, да? Ну да. Так, вот смотри. Я могу поставить... Между оленями и овцой? Между оленями и овцой. Могу еще вот на этот холм, который ниже... Слушай, ты, наверное, туда сам сбегаешь скаутом. Или пойдем лагерь попробуем. Я просто хочу засвечивать вот территорию. Леш, не, забей на лагерь. У тебя здесь не должно ничего не появиться. Лагерь близко стоит. Не надо сейчас его чистить. Нужно территорию следует. Видишь, меня там уже бьют. Ну, тут два выбора. Либо между овцой и оленем, либо вот там, где стоит дуболом. Ну, между овцой и оленем мне больше нравится, конечно. Слушай, ну, тоже не очень. Не так много клеток. Ну, козил, слава богу, не будет вот пока вверх расти. Там этот лес, он скорее по равнинам начнет пока. Козил, кстати, вообще неплохой город, чтобы его забрать. Ну, не то, что неплохой, но его, во-первых, атаковать трудно. Еды, правда, не так много. Люкс уникальный. Чудо, если что, он может забрать. Ну, если ты город поставишь и отдашь ему обрабатывать, допустим. Что-то места много нет у нас. Так всегда на полушариях, как бы, дофига. Мы что, в тот раз играли, типа мы все место заняли? Нет, конечно. Ну, в общем, между оленем и овцой надо ставить. Похоже. А вот тебе что делать? Я хочу город поставить ниже Дели все-таки. Слушай, а сходи вот там где-то пустыня, посмотри. Может, там какой-то такой город будет прям на Петру, например. Ты не помнишь, сколько клеток караваны морские бегают? На каком расстоянии вообще можно? Точно не помню. Нет, туда я не сбегаю точно караваном. Почему? Ты про какой город говоришь сейчас? Ну, ниже Дели? Да, ниже Дели. Вот там где сейчас камень, вот туда на пустыню сходить, хотя бы воинам посмотреть, что там. Я попробую, там варвары. Видишь, мы не будем Петру же открывать, мы будем бежать вверх. Ну, хотя бы, да, посмотрим. Если будет только фрегат и доступ, то тогда... Да, Петру-то открою. Но я не буду ради Петру город садить. Я хочу поставить город вот ниже холма. У Дели снизу есть холм, и ниже справа на лес. Ну, вот второе чудо. О, Улуру. Слушай, ну ты можешь Улуру поставить между... Блин, ну тогда... Да. Не можешь ты там поставить. У нас-то чудеса хорошие, в принципе. Но... Расположены они... Не очень. Я не думаю, что ради этого чуда стоит туда город везти. Ну да. Второй точно не стоит. Может быть, какие-нибудь там дальше. Мне тут даже на проплыв не поставить никак. Проблема в том, что у тебя... Третий уникальный ресурс, как бы для тебя, это сахар. Но он расположен на территории. То есть у тебя все города, получается... Какой бы ты ни поставил город, он тебе не даст уникальный ресурс. Вот в чем проблема. Я смогу с тобой меняться, если что. У меня есть пряности, у тебя будут цитрусы. Блин. Территории... Вот играли бы не на море. Мы бы тут ставили четыре города не на море, да? И сидели бы развивались. И в Визмоле здесь, конечно, плохо играть. Ну, полушария... Ну, в конце концов, к нам приплывут, да? Да, в циве, конечно, партии длятся долго. А вот в глобальной космической стратегии console.war.ru еще дольше, месяцами. Правда, там, конечно, не надо постоянно находиться в игре. И ваше время расходуется более экономно. Кстати, по игровым событиям рисуются и выпускаются комиксы. События в игре влияют на сюжеты комиксов и наоборот. Так что заходите на сайт console.war.ru и участвуйте в игре. Ссылка в описании. Не забудьте указать секретную фразу «Леша играет» и получить бонусы. Блин. Места тут вообще дофига. Слушай, у нас с варварами будут большие проблемы в этой игре. Вот они будут слева приходить к нам просто и нагибать. Так, железо. Ну что? У меня вон два железа в четвертом радиусе. И все. И все. Блин, вон шесть железа посреди карты. Ну если что, ты сможешь город поставить там очень хороший. Ну да. Буквально между оленями там улуру заберешь третьим радиусом. Или еще ниже поставить. Ну да, кстати. Блин, боже, сколько тут места. У козила, кстати, железо. Ну правда, только два, опять же. Но тем не менее. Не знаю, достраивать мне рабочего или уже посело строить сразу. Реш, ты тоже, да, ничего не выбрал? Или ты выбрал? Нет, не выбрал. Блин. Давай, наверное, сейлинг. Или ты хочешь артемию? Нет, это я слой, это я кликнул быстро просто. Давай сейлинг, да. Можно вообще календарь, да? Давай календарь, да, календарь, да, календарь, да, календарь, а потом сейлинг. Ты сразу поставь в очередь. Блин. Это ужас, конечно. Да посмотри, где он стоит. Ну да, слушай, ну с варварами у нас тут прям... О, еще ггшка. Рига. Ну, надеюсь... Зато мы можем ггшек засоюзить. К ним варвары. Ну, к Риге так точно будут ходить. Ну, этот лагерь, он все портит, просто я его очень долго буду вычищать, мне нужно ресурсы на это тратить, я не могу быстро город там поставить. Может, имеет смысл справа от Дели тогда бахнуть. В принципе, там две рыбы с маяком. А ты не хочешь просто под защитой копья провести? Он же не стоит прямо... Там, где я хотел, Леш. А, прямо так, где хотел. Да, он там, где я хотел, стоит. Ну, почему копьем? Почему ты думаешь, что ты копьем будешь его долго чистить? Копьем и баллом. Копьем вообще-то сейчас на козылу поведу, я еще построю копье. Я хочу дань собрать. Потом могу тебе его отдать, ты соберешь. Ну да. Два копья сделаю. Так, интересно, у Риги есть же... Слушай, Рига такая неплохая. Ну, правда, стоит немножко. Фиговато. Я пока Риге защиту пообещаю. Потому что у меня сомнения, что мы с нее... Да, не будем скоро брать. А вот, чтобы очки повышались, это неплохо. Фиговато. Продолжение следует... Чё-то у Алонсона 10 очков больше интересно. За счёт чего? За счёт населения? Там есть, да, четвёрка у одного. 10 еды, 10 молотков. О, у одного 5 молотков, кстати. Ну, у меня 9 молотков. Ну, я думаю, что они там тоже, видимо, пусть у вас строят. Слушай, я сказал, дань потребовал. Я сейчас к тебе копьё приведу тогда Килимаджара и там Ванандагу. Да, 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 давай. Хорошо было бы, если бы Кузил ещё взять с него дань до того, как он будет просить лагерь уничтожить. Кстати, а там лагерь... Лагерь не собьётся, Лёш. Не собьётся? Лагерь, кстати... Захватить у Кузила лагерь. Рабочих нельзя забирать, да? Ну, тогда мы сразу со всеми отношениями испортим. Место тут, конечно, классное. Я думаю, что этого рабочего варвары будут у него забирать. И лучше таким образом. Да, место тут классное. Прикол... Ещё прикол в том, что вот этот... Слушай, может, тебе всё-таки три города... А, блин, тут нету проплыва. Ну, видишь, вот тут... Не, я думал, вот справа от Дели, снизу от Дели, да, города не очень хорошие, но они близко. Их защищать нетрудно, если защищать придётся. Караваны защищать нетрудно, потому что у меня такой заплыв интересный. Да-да-да. Вообще, как бы, места неплохие, просто ставить города очень неудобно. Я вот тоже думаю, может, мне три города сыграть лучше. Ну, это... Быстрых. Блин, ну, нацколледж-то... Я их быстро поставлю, я начну их кормить. А третий ты где поставишь, около Улу? Справа от Дели на болото, наверное. Не, не Улу, Лёш, всё вместе рядом. Возможно, даже, да, на холм мне тут советуют. Ну, я просто не хочу холмы так телевать. Ну, я не знаю. То есть тут пшеница. Вот у меня, как бы, ну, можно... Вот у меня нету нормального такого третьего города. В принципе, вот слева далеко, где скаут стоит, там, в принципе, можно что-то поставить. Вот, там как раз железо есть ещё, два железа. Ну, либо Улуру тогда ставить наземный город. Это очень... Не очень удобно. Так, а он скоро-то поставил. Я ещё копьём пойду с Риги, да, не потребую. Блин, я же тебе передам. Ну, копьё, короче, я тебе передам. Ты его, наверное, веди тоже к... Нет, не знаю. Обратно тебе нужно его мне отдать. А то у меня армия первой не будет. Не, знаешь, оставь себе это копьё, наверное. Спасибо. Спасибо. Что у тебя со счастьем? Кстати, по поводу трёх быстрых городов я тебе напоминаю, что ты индус. То есть у тебя они вначале много счастья заберут. Я уже забыл. Там индус, когда в плюс выходит по счастью? После шести или после восьми жителей? Я не считал. Это я уже не помню. То есть он как бы компенсирует жителями это несчастье за постановку городов. И в дальнейшем у него счастья всё больше и больше. Час мне копья может в лиге не хватить одного. Ну, хотя бы сказал, возьми. Не возьму и с лиги, то ладно, не страшно. Нам придётся, наверное, город в центре ставить кому-то из нас. Чтобы просто железо было. Тебе, скорее всего. Да, да, видимо. Ну, я могу взять пантеон, например, на плюс четыре к чудесам. Ну, блин, ну, конечно, не особо. Прямо роялись будет. Так, ты пока не первый парень. Охо, смотри, что варвары делают с козилом. Ладно, пятнадцать не хватает. Я взял с козила. Дань, вестить опять к тебе копьё? Смотри, как нагибают козила. О, боже мой. Ну, только не здесь, наверное, тебе придётся везти. Ну, да. Они, может, ударятся. Можно вообще козила будет забрать, кстати, мне. Если они сейчас реально ударятся, можно будет так сделать. Кстати, так веди, может, армию. Так и я могу забрать. Ну, забьёшь, мне отдашь. А мы можем передавать. Да, мы можем передавать. Выбираем исследование, Лёша. Давай откроем стрельбу пока. Из лука. Сколько бьёшь? Сильно? Через альт можно посмотреть. Ну, дуболомом не особо. Копьём. Они должны ещё раз будут на следующих ход удариться. Но пока не бей. Не, я не буду бить. И вот только вопрос, если я подойду, они не будут ли меня атаковать? Ну, сейчас не буду меня атаковать. Ну, до этого не атаковали же. Подводи скаута тоже к этому. К Дели. Ой, к Козилу. Слушай, ну, Козил тебе третьим городом будет очень неплохо. Мне так кажется. Если мы его реально быстро возьмём. Правда, он тебе ещё больше штрафов даст, к счастью. И Дань взял, кстати? Да, да. С Козила я взял, Дань. Айзен не из-за того, что Лёша копьё дал, Дань не взял, а потому что просто нужно ещё юнит подвести. Как ты видишь, что долго делать? Ну, они не атаковали Козил. Плохо. Ну, а копьё-то, кстати, сильно же бьёт? У меня трема ещё сейчас будет. Вообще, я могу ещё лучника построить. Копьё, трему, лучника, и можно попробовать. Да не очень, честно говоря. Где-то так... Одну восьмую снимает. Странно, как-то копьё и... Ну, дуболом как-то одинаково бьют. Попадём в колесо. Двадцать семь и двадцать два разница. Вообще, могу пару слоников построить и забрать Козил сюда. Пока он стены не построил, там плюс железу, ну, небольшой. Люкс и уникальный для меня. И не ставить город ниже Дели тогда. Заплыва не будет такого хорошего, ну... Ну, давай так сделаем, просто армию там подержи, пока они не тратят. Окей. Сейчас переиму одного слоника и хватит, я думаю, этого. Там библиотеки уже есть. Ну, видишь, они... Мощно наломанулись. Так, может, и нам уже в библиотеке? Ну, мне пока не... Колесо и библиотеки можно. Мне пока нечего строить. То есть мне негде библиотеки строить. Жалко, они у него рабочего не взяли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жалко, мне кажется, ты зря это сделал. Ну, ладно. Ну, они были красные полностью. То есть козил их просто убивает следующим ходом. Чего ты думаешь зря? Они были, ну, убиты вот эти два юнита. Так я получил опыт и благосклонность козила временную. Не, козил хороший город. Можно брать. Он вон уже и жемчуг обработал для тебя. Ну, смотри, я сейчас опять отойду юнитами. Пускай варвары опять козил атакуют. Блин, там и Ригу атакуют. Трирен устроен, да. Трирен устроен, да. Трирен устроен. 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 ну что библиотеки давай философию хотя не пока просто библиотеки откроем я бы потом в оптику пошел у меня в принципе маяки неплохие будут давай думать где вот так предварительно пока у нас время есть где поставить мне третий город около улуру в каком месте так чтобы железо захватить и улуру там и по максимуму а доллару прямо там на реке как раз на лес сразу пшеница будет олени хлопок вторым радиусом железо вторым кони вторым под улуру где на лес подожди под улуру на лес мне тогда я до железа не дотянуть вышел улуру на лес слева от оленей да да прикол кстати в том что этот город будет сразу дорогами соединен с а нет не будет территория нужно да указил наконец-то попросил лагерь раз фигачить так следующим ходом подхожу слоном и через один уже нужно это идти атаковать дать до надо чтобы он варвара убила и что-то даже наверно встань на пшеницу сразу чтобы варварте не помешал следующим ходом он думаешь ли я умрет его мало ли принципе там может не убить да не можешь взять я же брал недавно насколько недавно уходов шесть или семь назад в общем еще не скоро я могу дать взять да и ты когда возьмешь козил уже не будешь мне дань давать к сожалению я у него дважды уже взял я весь слона купил так но все на следующий ну подожди пока не атаку тогда я гляну может на следующий ход я смогу взять пока у меня идет минус за то что я типа недавно брал нет все равно минус ну что давай это все новая я начну атакуй ты потом хотя отнеси ли важно копьем воином я думаю лодкой биться наверно белья лодка биться даже есть чем захватывать ну то должны следующим ходом по идее взять должны пойдем философию тогда или оптику думаешь зачем вот оптика нам нужно час я принципе начал библиотеки уже строить ну давай философия мы все равно и в нее выйдем раньше чем мы сможем построим колюша бей вот блин я не пойму я вроде забираю но мне может не умрет пишется пишется что за забираешь но умирает тут юниту которого меньше хп а так как у тебя твоей лодкой меньше хп чем у города то она должна умереть мне кажется заберу не там вообще с одним хп можно забирать ну попробуй попробуй и видишь ты оказался прав а так бы юнит потеряли кстати следующим ходом а а а а а я лёша шелковой работу через пару ходов и нужно с тобой поменяться будет на цитрусу ладно да блин топор уже поперся ну чё за так давай я ты обстреляешь уж тут конечно с варварами просто просто трындец так ну что мы все наше получаю только внизу не открыли так в принципе практически все посмотрели блин а откуда там три рема это плавает да не сверху и снизу да блин не это три рема которая мне всего на там даже проплывала через два хода отправлять караван я думал что с той стороны никто не не приплывет больным хоть ты прям еще одну 3 рем устрой вместо каравана блин еще и случники ну ё-моё странный ригу окружает 3 варварских лагеря но она не хочет ни одного чтобы мы уничтожили типа все норм ребята мне тут варвары не мешают ох уж эти латыши а в козылюш библиотека есть ну классно то есть в принципе а много у тебя сейчас несчастье 1 но я еще пойду потом пряности обработаю может мне хлопья броня их обработать хлопок и тебе его отдать это в принципе плюс четыре без хлопка можешь то есть я пока буду долго в два города играть я не буду сейчас прям лететь третий ставить надо отступить так похожу потому что если треем появится она еще не скоро сюда прилить прибежит и культуру от выгона взяли а ты среди брал то нет не не смог мне одно копье только подвел не хватило надо еще можно может мне тогда отдать тебе это копье и дуболома дуболома оставь себе мне копья хватит ты мог там отдать кстати боже ну я уже приведу я пойду тогда следующий лагерь слева там заберу по дулуру лигу меня просят верхний лагерь для лошадей кстати лошади обработаю отлично она морской город то есть просто еду будет давать козил то получше был как культурный хотя с другой стороны ты индустрии расти быстро надо указал лучше чем тут горит когда внизу поста да да не я согласен луксом сразу железом хоть какое-то железо козил хороший город блин может все таки стоило просто было его забрать а мумбаи вот там где ты хотел ставить ну уже как поставили так забирай хлопок боюсь дальше то есть она где так стоять чтобы если тут 3 мы появится тут нет пусть как бы здесь сверху не было лагеря тогда будет очень неудобно так ну следующим ходом смотри не сможет она тут убить поэтому если чего внутри у меня появляется поэтому пойду-ка я смотреть откуда-то три рема могла приплыть слушай может ты мне какого рабочего подаришь от козелёшь и так и от недостатка от строя рабочих видишь у меня у меня вообще только один у меня городов видишь много мне нужно смотреть там джунгли рубить тут еще джунгли рубить слушай охота мне нужна блин что-то мы затупили давай охоту сначала откроем нам еще до нац колледжа далеко имя кстати еще и обработка камня тоже не помешало бы слушай осенинка так на удивление ничего так видишь там сверху еще оленя открылись еще рыба то есть самбаром самбаром кто из нас будет чудо забирать у тебя растет она чудо наверное тебе стоит килиманджаро забрать тогда что пантеон взял на чудеса я вам может его уже куплю прям сейчас мой все очень нужно 80 стоит он не растет на чудо но это три еды вакультура еще и культура да ну что как думаешь стоит 80 монет а я думаю стоит подарил копьем вижу спасибо но у них валон со тоже три города у киселька 2 да совершенно они лучше конечно карту это узнают киселек не просто к индонезию взял действительно дофига маленьких островков таких правда мне было бы стрёмно таких островках города ставить то есть они же ничего не дают ну вот представь вместо осенинки город выше на холм поставить на остров и рыбы люкс там на берегу на своем принципе неплохо да ну для этого надо как минимум оптику открыть то есть ждать пока откроется оптика потом туда плыть ставить город я так и знал здесь что-то будет да блин слушай ну это вот я и лишь пока пока его не буду трогать просто защищать территорию не иди к нему окей я схожу влево лагеря лагеря зачищу есть и гида не попрошу так каменную кладку ну давай нет даже давай каменную кладку успеем я еще даже в столице не начал строить библиотеку сейчас караван построится и только тогда я буду библиотеку строить ты карван построил я пока без караванов решил ну так у тебя еще не нужен крем построить у меня не ну ты не дал счастье мне есть сейчас я еще пряности вну скоро обработаю тебе дам обратно у меня города не растут без караванов у меня тоже как ты видишь чё я вижу четыре хода мумба и один ход козил окей мумбаи там на еду и в козиле на еду стоит дели на еду стоит на дели уже не растет еще эти островки знаешь чем страшны что на них там будет барвары могут добавить вот у меня рядом с моими городами я уже их засвечу в руки болин поставил трюрему под два лучника прям сразу цитрусы для себя обработай потом не хочу не нужно когда не обрабатываешь спасибо вот откуда слушай тут может быть проплыв к ним то есть ты дальше поплывешь что если видишь границу и не встретишь их лучше назад от плыви чтобы они не знали может быть не знали машине нас уже видели назад уплыли тоже ну там лагерь стоит хотя блин да непонятно в случае в этот проплыв голиасами лезть это глупо и и Мы все открыли в древнейшем мире. Продолжение следует... Я, в принципе, могу на этот остров скаутом поплыть. Откроем оптику после философии. Даже все равно надо оптику открывать. Откроем оптику. Да, давай оптику потом. Так, я по всему развитию третий. Только по населению второй. Да, походу это к ним проплыв. Не можешь жить такой остров быть? Хотя... Звучит музыка. Ну, у них есть железо в Генуе как минимум. Ну, если это Генуе на их полушарии. Очень похоже на то. Если это не отдельный остров. По-моему, вот тогда, когда мы играли на полушарии, там какой-то отдельный остров был, нет? И там мы нашли какую-то ГГшку. Что-то такое вспоминается. Ну, фиг знает, я их границ не вижу. Ну, вообще, какой-то большой... Мне, Леш, надо этого воина подвести еще. Копье. Лиги, ты защиту должен будешь снять. Не понял. Дать тебе воина моего? Нет, просто я сейчас отойду от лагерей. Возможно. Ну, оно и так могло к тебе что-то побежать. Ну, ко мне, наверное, побежит. Ладно, риск снять защиту среди. Да, снимешь. А с ними вообще сейчас, может, они уже жил. Увидели. Снял. О, здесь нет проплыва. Кстати, я тогда Генуе пообещаю защиту, да? Не-не-не, Леш, не надо, они узнают, что мы видели. Ну, все, я уже пообещал. Не знаю, я что-то опасаюсь, что дальше вниз плыть. Тут еще прибегут три ремы с этого варвара, с лагеря, с варварского лагеря ко мне каравану. Ну, это явно их полуостров, это их полушария. То есть, я не думаю, тут... Оно не может быть таким большим и не быть их полушарием при этом. Я туда скалу там сбегаю и посмотрим. Как думаешь, имеет смысл дороги между городами строить? Ты деньги из этого получишь. Да. Те клетки дороги и пять, ты уже шесть монет будешь получать. Я говорю, что вообще не имеет строить. Я говорю, вот сейчас, например, я думаю, что... Детки надо обработать. Да. Есть чем заняться. Так, интересно, что они там нужно... А, блин, их не встретили. Блин. айзен прошлой партии не любил лес наверно потому что я за играл но тогда я часто люблю маяк ну пошли теология и компас по моему тут нету особо драма поэзия теология компас ну пойдем а нам нужны галя 100 крану я не думаю что много ляса здесь воевать будем нам нужны не галя с ирана там ну блин не знаю а что а что то предлагаешь что другое отключено тут не давно пойдем все верно пойдем туда тоже думал дополнительный торговый путь все-таки чекам по демографии мы не сильно-то отстаем даже сказал ну видимо тебя такая же фигня у них как и у нас я 2 по идее ни одного каравана еще не пустил на 2 по идее у меня правда три города и все найду стоит на такое но я уже 4 по производству правда первое место 29 и тем более что я действительно тоже найду чё-то больше стою ну чё рассинхрон не должен быть принесла на за я строил ну ладно уж дострою а почему-то смог взять дань с риги наверно воина из города вытащил там наверно общение просто армии нету в принципе я просто не мог до этого а сейчас смог если что копейщика поставил в какой получается восьмой радиус но восьмой радиус он не должен роли играть крик все там было 15 защиты стало 14 не обратил внимание на это так 9 ходов нац колледж а ты еще не строил сейчас начну у меня он 11 там были сапилки возможно какие-то открыть ну да не помехало или очень мало молотков дальше решил не плыть до куда дальше ну да я на меня вот этот лагерь беспокоит я эту три рема уже видел варварскую я просто вышли сейчас приплывет мне косининки 2 каравана разграбит то это будет очень неприятно к буду спокоен тут ну там не так важно увидеть где они находятся надо три ремой я уверен что я им три рема и ничего там не разграблю но будем увидеть их границы ну окей зашибись он к тебе пошел топор сейчас с лагерем разберусь и а и Я тут буду стоять. Ну ладно, слушай, может тогда мы сейчас лесопилки откроем, смысл, если нам нужно производство, что мы будем идти в компас, а потом производство нагонять, ты поставь в construction, а потом обратно в компас, очередь, ой, блин, я забыл, что у нас оптика открытая, надо скаутом. Сплавать. Люкс мне не помешает, плюс рост. О, теперь я четвертый по идее. Нам бы Оракул еще с Парфеноном, очень бы. Я думал об Оракле, но у меня он будет 12 ходов строиться, мы не успеем выйти в богословие. Плюс лишний тут убрать. Конечно, можно у них просто забрать, плюс надо нацик бы построить раньше. Или думаю, еще не поздно. Ладно, уже два хода прошли. Не, не, я думаю, что мне надо будет строить. Я, наверное, сейчас построю нацик и буду строить Оракул. Про атакуй, пожалуйста, этого, ну, топора. Спасибо. Спасибо. Думаю, стоит мне светилище построить. А что ты хочешь взять? Ну, плюс четыре. А, так а ты город-то будешь ставить? Или не скоро? Так я же из Килиманджаро могу брать плюс четыре. Да, но тебе не придет светилище строить. Сразу будешь у Луру обрабатывать. Нет, третий город не скоро. Третий город примерно в тот момент, когда мы будем к фрегатам подбираться, я так думаю, ради железа. У меня нету сейчас части, например, на четвертый город. Ну, на третий. Я тебе пряности дам через пару ходов. Ну, да, вот у меня сейчас ноль. Я сейчас обработаю цитрусовый, будет четыре. Но у меня города, видишь, как растут. Три-один. То есть эти четыре очень быстро. Твои эти тоже очень быстро сейчас разойдутся. Интересно, где... Сверху. Ну, не пускай, проатаковал. То есть это их остров. В Голясо тут и не думаю, что если есть смысл бежать. Мы просто закрываемся здесь двумя и все. Даже три эмами. Они могут только двумя Голясо стрелять по нам. А ты посмотришь, чтобы они с другой стороны не могли приплыть или еще где-нибудь. Ты посмотрел, куда они там вышли? Философия. А с какой с другой стороны? Деньги, драма и поэзия. Деньги? Деньги, драма и поэзия. Но они не вышли в металлоконструкцию. То есть они рынки построят и будут копить бабло на фрегаты? Не понял, сейчас какое-то чудо кто-то построил? Бабло построили. Блин, почему-то я услышал звук постройки, но мне не показало это никак. И металлоконструкции открыли или взяли? Ну, видимо, взяли. Молотки. И религию основали. Религия это круто. Ну, там, видимо, кельт чисто на лесе накопил. Ну, может, там и построил святилище. У него дворец. Лес, дворец, наверное. Да? Даже без святилищ. У них, конечно, не самый лучший. В Индонезии два города. Кельта тоже два. Ну, я не вижу, два города в быстрый нацколледж играют. И все такое. Паппи. Офе. Паппи. 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 ahно. PREP. я скаутом буду засвечивать место у луру ниже вот ну что-то у меня рядом ты можешь воинам слева гонить пойти этого копье скорее всего оставлю вот между нами сейчас как он стоит словами пойду вниз у меня лишь там прессует моего воина самого начала игры ну так-то развитие у них покрасивший выглядит они лежат на 2 тихих всего на 6 они петру на настроить кстати они не открыли драмы поэзию зачем мы в компас идем вообще вот кстати может пойдем за ними на ум по ноге как минимум там дополнительный это науки во-первых теологию надо открыть чтобы этот построй сверху смотри еще есть ну видишь так значит тут тоже проплыв есть с этой стороны с двух сторон есть проплывы и уже не мог тут проплыть в этом снизу плыть свой континент и оттуда вот приплыть ты бы его увидел так что там тоже есть проплыв с обоих сторон проплывы между нашими полушариями только вопрос какому они ближе и мне почему-то кажется что к там к той части они ближе то есть мне кажется им будет они будут меня атаковать с другой стороны тут проплыв только две клетки давай откроем математику лучше мы и за ними пойдем и мне суд надо построить я очень у меня настроение даст немало а а а и и и и и еще люкс мрамор я что там делаешь блин 12 что в смысле ну чё-то трясется там представлял что-то да поправил микрофон еще блин 12 ходов оракул я думаю нету смысла строить я уверен что они раньше его построят вот это внизу конечно такая территория забавная какая-то отдельно какой-то вырост такой так они в средневековье ну видимо в теологии да она в теологии что будем деньги открывать за давай за ними пойдем то верст и говоришь деньги и тогда теологию и они же открыли тоже богословие может за ними в богословие сейчас ну деньги то рынок ну зачем они нам нам гляз тоже не помешают чтобы мы конечно можем ну трем и этот проход закрывать но они слева могут поплыть давай лучше тоже выйдем в компас воина своего с цитруса левее куда-нибудь на холм поставь чтобы больше засвечивать ну там три рема стоит вон индонезийская может и слониками выпури а то они у тебя внизу я забыл еще один лагерь позже ну вот и оракул я бы никак не успел его построить а Ну, вообще, если им атаковать отсюда, где индонезец справа стоит, тут сложновато Потому что тут проплыв такой, две клетки аж на протяжении четырех клеток То есть, в принципе, туда можно даже мясо кидать и очень сложно пробраться Ты сейчас там слоны мои свои можешь, например, снизу Другого проплыва они пока не нашли Ну, то есть, тут плавал, но он не видел, насколько тут атакуются с этой стороны С другой стороны, еще непонятно, насколько далеко у них города находятся С какой стороны они вообще расположены Фиг знает Вон плывет еще Ниже лиги Вон плывет еще Ну, в принципе, молотков-то у них вообще не намного больше Ну, не знаю, что у тебя что-то мало сейчас У Индонеза 36 Хотя в два города 36 не так мало, окей Чего-чего ты сейчас говорил? В два года 36 молотков у Индонеза это немало Ну, да Все-таки Так, давай У меня в 3,31 Давай в деньги, наверное Компас, Леш Ну, может, пускай они сначала откроют его и мы за ними пойдем А когда они откроют первыми, мы тоже Ну, блин, науки меньше потребуется, чтобы закрыть его Пойдем все равно туда Нет И ГГшку на счастье еще Нет Так, что-то у меня минус 3 счастья А ты мне шелк не можешь дать? Бери Тогда я не мог А чего ты мне дал? Только, блин Он у тебя еще специи Мое, прими В смысле твое? То, что ты мне кинул, я принял Вот сейчас Принимай У Кельта я не вижу железа Скрыть он его не мог, если он не обрабатывает только Ну, если он такого и не обработал до сих пор У У Индонеза 4 Да, у Индонеза 4 Ну, мне кажется, тут как-то бессмысленно скрывать, что у тебя железо То есть ты теряешь производство, не обрабатывая его Так ведь? Не буду традицию до конца закрывать Сразу мореплавание Блин, может мне тоже так надо было сделать? Ты мог? Мы только ход назад или два вышли А, значит не мог Ну, у меня через 18 ходов Аж только будет Мореплавание Мне тоже долго Я вот думаю, что рыбу рыбацкими лодками Даже нету смысла обрабатывать Просто построить Этого маяка достаточно Да и лишние ресурсы На разграбление отдавать Мореп enthusiastic Мореп Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, если есть... Я тоже хотел скаутом у них высадиться. Если есть возможность, почему не высадиться? Ну, то есть, походу, у них с той стороны ближе, понимаешь? У них, видимо, города вот там находятся. О, геликарнас еще. Так, компас они открыли. Или нет? Подожди. Нет, еще нет. А, уже открыли. Подожди. Я помню, было 433 вроде, так что нет. Я помню, что было 400 что-то там. Но вот... Сейчас 414. Мне непонятно. Это открыли... Стало меньше, по-моему, нет? Блин, ладно. Блин, ладно. он с глазом бежит сюда стать сможешь с рядом с ним может пускай бежит его тогда убить смогу между дороги леса как дороги только не здесь но не здесь ну я встал рядом просто он не убежал меня скаут не хочет в обороне стоять он вроде не видит как бы варваров сам когда он постоянно активируется нет я по я понимаю лишь что может так и поставить мне нужно чтобы он стоял именно врагов и замечал просто он замечать когда их нет я не понимаю может лишь проплывал проплывала что-то тут вот именно что наверное заметил то чего не заметил ты и кричит тебе прямо об этом хозяин тут кто-то плавает а ты ему заткнись почему-то постоянно возникаешь они в госслужбе уже то есть они сначала госслужбу открыли а потом в космос ой в космос может и нам но они чеченицу видимо будут брать знать компас откроем сейчас и пойдем до кучи ченицу и в навигацию сразу я очень надеюсь что это не что все что мы видим это все их железо да я думаю у них тоже есть железо бутира 2 еще есть где они могут поставить лагерь мой лагерь город а я софи хочу религию крепят забавно кельтам деньги фармит этот деньги тоже начал фармить так рынки нам надо строить укрепил религию силы рядом с городами продукция еще одна продукция отличная религия он сейчас тоже рынке построю правда мне с едой проблемы не съедает и счастье сколько бы люксов и у тебя не забирался равно плохо может не надо было три города а 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 Продолжение следует... 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 проблема в том что у них будут деньги на по у нас нет не знаю что у них там с территории конечно предложение какие надеяться на то что у них железа мало такое есть предложение ими еще город надо поставить и может уже вести его ставить как-то или мы будем оксфордом брать фрегаты они так явно наверно будет оксфорда я одно копье уведу так а что у них действительно с деньгами 146 лет очень много плюс 18 у кельта 447 плюс 20 но он копил просто просто копил даже вот смотри у индонеза 4 железа всего ну окей ли ты не вижу если они не прячут конечно плюс там в ти еще было да я думаю в гену еще два железа кстати но вопрос на сколько то есть смотри да если я на 6 фрегатов поплывут а мы об ним допустим два и будем остальные достраивать им доплыть еще надо плюс на кого они поплут на меня наверное я думаю что они все таки вот здесь они так подожди они твой видели если они видели приплыв снизу только тебе плыть просто тупо далеко если они поплывут ко мне вот через эти две клетки то тут можно к что-то заставить хотя бы через две клетки в глязу можно попробовать минимум подержать их ну да да у меня золотой век своим ходом начался я вообще своих городах строю же бараки и голиасова на андаге барак есть я поймаю лёша просто отстаю по темпу мы вообще с тобой сильно отстаём в этом плане ну хотя не знаю ты там нормально все дело я вот отстал из-за города из-за всего да фиг знает меня тоже по-моему не очень а только в плане того что у меня города маленькие караваны не раскинуты даже ну да я тебе об этом говорю как бы проконсультироваться может мне стоит посела строить и вести его уже на том не я не думаю тебе нужно лучше да настроить голя сколько можно больше они нам помогут дефтся даже от фрегатов первое время там ну хотя бы потянуть пару ходов если мы отставать бы плюс тот же универ правильно с оксфордом они кстати еще не открыли универы что у нас по но мы на 3 техи отстаем не понял вон вишку они пошли в тромку поднимать на мастерские к давай тогда мы у нас они открыли до давай мастерские заглянем колосс свой длинный дом хотя бы построю ну поем мастерские но мы отстанем по науке тогда от них блин я вот не знаю смотри мы можем выйти быстрее во фрегаты там быть готовыми хотя бы надо подумать я ну и дал об мастерские это прикольно на самом деле там есть смысл просто можем потом не успеть мне кажется что у них все-таки железо мало то есть 6 фрегатов у нас сколько это поставишь кстати город то будет много то есть предлагаешь сразу нам идти во фрегат вообще сейчас у нас только ok 4 железо я еще обработаю одну нет нет пойдем все таки в мастерские мне это тоже идея нравится но у них есть и деньги и во фрегаты они раньше выйдут к тому временем это тоже накопим на фрегаты думаю плюс у них будет мореплавание у кого-то в 1 и и этот и маяк то есть его фрегаты на две клетки будут летать они у гены и могут еще город поставить ради железа они у нас могут еще город поставить где-нибудь например вот выше риги где железо стоит два лагеря сразу а КОНЕЦ 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 Да, ну я от Кельта по производству на... А, слушай, ты второй, а ты на сколько? Нет, третий с тобой. Вместе. Одинаково у нас по 39. КОНЕЦ КОНЕЦ Посмотри, что это было, где лагерь появился. надо к вот туда отправить я копье веду уже я дуболома сверху гля сверху плывет видел он лагерь там забирает вижу еще один фига себе блин так я очень правильно там голиасы строю оказывается как бы они там не поет не пошли сверху меня голиасами брать да они возьмут они тебя нет они это не возьмут и познаешь вич это кажется что индонезий тут город поставит вот мне вот чем им брать этот лагерь все какие-то юниты сейчас тут высадят хорошо кстати они твоего скаута не видят не видят кто у них далеко бегает интересно индонезиец индонезиец бегает на пять клеток получается но они даже скорее не сможет хотя они не забирают лагеря просто прокачивают голиасы может быть вон еще плывет блин суши ну там нужны какие-то юниты от тебя тоже удалешь будет я тут строй голиас с ними без прокачек он проблема я не готов был понимаю он заметил твое глязь или же построил да все нет индонезийц хотя не знаю мореплавание думает индонезийц тоже взял то есть оракул то пофиг этот великий маяк у индонезийца то есть дальше бегает именно он они могли передать голиасы друг другу там баба сохраняется да ну ну в общем я вижу что дальше бегают голиасы индонезийца значит не передавали на пять клеток у индонезийца на четыре они уже в образовании но отстанем от них 102 молотка выжил не это очень много очень так это мастерские и караваны на производство морским кстати да так я принял мореплавание а денег у них сколько 500 уже да да Продолжение следует... 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 Продолжение следует...